Президент принял главу Мининдустрии Марата Карабаева. Он доложил об итогах ревизии месторождений. Отозвано свыше 200 контрактов и лицензий там, где выявили нарушения. Ведомство также работает над увеличением транзитного потенциала страны. Решают вопрос с нехватки вагонов. Их будут выпускать на отечественных заводах. В планах построить и реконструировать 8 тысяч километров республиканских автодорог. Это одно из поручений президента. Глава государства также акцентировал внимание на необходимости развивать средний бизнес и привлекать инвестиции в сырьевой сектор, горнодобывающую промышленность и геологоразведку. Речь шла о реализации свыше 800 пула инвестиционных проектов в области промышленности. Что касается транспортной отрасли, то отдельно остановились развитие трансхосмического международного коридора, а также развитие транзитного потенциала Республики Казахстан. Глава государства по каждой отрасли дал ряд конкретных поручений. Впереди работа министерства будет нацелена на своевременное и качественное исполнение поручений. Хасмужа Мартухаев также провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ. Манголит Асмакомбетов проинформировал о деятельности секретариата организации, обсудили приоритетные направления работы и планы на предстоящий период. 108 миллиардов тенге удалось вернуть в казну по итогам расследования антикора. С одной стороны, это позитивный результат, с другой – показатель масштаба проблемы. Руководство агентства прошло в режиме видеоконференц-связи. Глава государства представил коллективу нового руководителя Асхата Жумагали и напомнил, борьба с коррупцией должна быть принципиальной. Необходимо устранять причины и условия, способствующие ее проявлению. Другим темам. До конца года в Алматы заработают больше 30 сейсмологических станций. Они позволят детально изучить риски землетрясений и делать прогнозы. Финансирование проекта ответственность Акимата города заявил на заседании Мажелиса министр ПОЧС. Ведомству недавно передали институт сейсмологии. Юрий Лин добавил, что больше 40% территории Казахстана подвержены землетрясениям. Поэтому сеть сейсмостанций должна работать по всей республике. Мы заявили в том числе на международном уровне о том, что сейчас мы предлагаем развивать систему раннего оповещения. Мы знаем примерно точки эпицентров, где возможно произойдут землетрясения. Датчики, позволяющие зафиксировать возникновение предпосылки землетрясения, автоматически должны передавать сигнал на систему оповещения городов и населенных пунктов. Возможно, какие-то десятки даже секунд по времени добегания волны сейсмической с эпицентра землетрясения до населенных пунктов позволяют спасти не одну жизнь. МЧС также предлагает ужесточить правила сдачи объектов в эксплуатацию. Говорят о необходимости расширения полномочий ведомства по инспектированию и выдаче разрешения на строительство объектов в сейсмоопасных регионах страны. Юрий Ильин отметил, что с 2014 года сотрудники подразделений не имеют возможности влиять на вопросы проектирования или приема объектов в эксплуатацию, чем, по его словам, нередко пользуются недобросовестные застройщики. Мы поднимали вопросы и в предыдущем созыве, и поднимали вопросы и в правительстве в Совете Безопасности. Я все-таки считаю, что если Министерство по чрезвычайным ситуациям отвечает за вопросы безопасности, в том числе и по сейсмике и пожарной безопасности, нам необходимо возвращать норму, позволяющую полномочию вести контроль за рассмотрением проектов и введением в эксплуатацию объектов, которые вводятся в эксплуатацию. Зачастую мы приходим уже только через год на объект, который построен, и там есть такие нарушения капитального характера, которые просто невозможно уже исправить. Причиной пожара в природном резервате Ахжаек по Тараусской области мог стать поджог. Такую версию озвучили сегодня в МЧС. Юрий Ильин пообещал, что ликвидировать очаг возгорания удастся в течение двух дней. Сейчас пламенем охвачено порядка 130 гектаров земли. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники природного парка и департамента по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, накануне на подмогу прибыл вертолет из Казларды. По информации специалистов, к очагам возгорания для специальной техники доступа нет, поскольку они находятся вблизи моря. Для тушения пожара на место стянуто силы ДЧС и госрезервата. В общей сложности около 70 человек и 15 единиц специальной техники. Задействован и вертолет КАЗ-Авиаспаса. До 35 увеличилось число затопленных домов в поселке Харамарзах Устанайской области. Накануне вечером их было 12. Также от талой воды пострадали 60 дворов. Местами уровень воды в жилье поднялся до 45 сантиметров. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировали 38 человек. Все они разместились у родственников. За домами ведется круглосуточное наблюдение. Напомню, накануне в Харасузском районе из берегов вышла река Тюнтюгур. В результате затопило дома в селах Железнодорожное и Молодежное. Там откачка воды завершена. Власти сообщают, что через несколько дней люди смогут вернуться в свои дома. В поселке Харамарзах пока ждут спада уровня воды в реке. После спасатели начнут откачку. По данным, ведропоста, расположенного выше по течению 20 километров от села Харамарзах, за сутки произошло поднятие уровня воды на 23 сантиметра. В ночное время силами департамента по ЧАЭС производилась эвакуация населения. На месте задействованы 25 человек личного состава, 6 единиц техники, 3 единицы плавсредств, 14 мотопом. Обстановка на контроле. В Сергеевском водохранилище, расположенном в Североказахстанской области, уровень воды за сутки поднялся почти на метр. Начался перелив через гребень плотины. Об этом сообщили в областном филиале Казгидромета. Специалисты проводят мониторинг обстановки на 19 гидропостах. По их данным, паводковые процессы в этом году начались на 2 недели раньше обычного. С первых чисел апреля идет резкое повышение температуры воздуха. Ожидается, что за ближайшие несколько дней в водохранилище поступит до 300 миллионов кубометров воды. На сегодняшний день наблюдается интенсивный подъем уровня на реке Исиль до Сергеевского водохранилища до 145 сантиметров за сутки. На притоках от 23 до 117 сантиметров. Ожидаем, что через дней 10 вода с Сергеевки дойдет до Петропавловска. В городе Балхаш больше суток нет воды. Авария произошла на магистральном водоводе. Сейчас социальные объекты города обслуживают 4 водовоза. Для технических нужд используют горячую воду. К этому часу место порыва удалось осушить. Ремонтные бригады приступают к восстановительным работам. Водоснабжение города обещают возобновить до конца дня. Порядка 400 домов едва не остались без газоснабжения в Кукшетау. В последние два дня одна из местных газовых компаний прекратила заправку резервуаров для многоэтажных домов. Как оказалось, между заводом-производителем из Ахтубе и компанией-поставщиком возникли проблемы с оплатой. После чего завод отказался поставлять необходимый объем жиженного газа. О прекращении транспортировки голубого топлива было известно еще в марте, когда регион недополучил 360 тонн газа, сообщили в Акимате. Для восстановления центрального газоснабжения другая газовая компания предоставила около 19 тонн топлива. Сейчас в квартиры горожан, где были сбои, газ снова начали подавать. Вчера и позавчера были перебои с подачей газа. Раньше такого не было. Во время заправки только отключали на пару часов. В этот раз пришлось ждать долго, когда подадут газ. Поставки газа в Акмолинской области были сорваны в связи с необоснованным, незаконным отказом выполнения договорных обязательств с поставщиком. Сейчас вышли на проведение анализа соответствующие компетентные органы в отношении поставщика. Мы придем к тому, что призовем к ответственности и недопущению подобных инцессов. А в Алматы вновь возник дефицит дизельного топлива. В городе наблюдается ажиотажный спрос на горючее. Как у горожан, так и у владельцев транзитного транспорта. Это вызвало рост потребления на 35% и привело к перебоям в поставках. Одни заправочные станции отпускают дизтопливо по талонам. Другие установили лимит до 50 литров. А на некоторых АЗС солярка и вовсе отсутствует. В Акимате города сообщили, что сегодня имеется около 9 тысяч тонн дизельного топлива на крупных сетевых АЗС и городских нефтебазах. В ближайшие дни ожидается поставка еще 5 тысяч тонн. В городском управлении предпринимательства и инвестиций объяснили причины топливной проблемы. Потому что с 15 марта 2023 года Шымкенский нефтеперерабатывающий завод закрылся на капитальный ремонт. В связи с этим доля Шымкенского нефтеперерабатывающего завода является 40%. То, что нехватки города в связи с этим и сказываются. В этой связи с нами оперативно прорабатываются вопросы по оперативному доставлению до города Алматы дизельного топлива. Это с Павлодарского и Атравского нефтезаводов. Продолжаем выпуск. Теперь о событиях в мире. В Гималаях на северо-востоке Индии лавина накрыла группу туристов. По меньшей мере 7 человек погибли и 11 получили ранения. Еще десятки находятся под завалами. Спасатели уже извлекли оттуда больше 20 человек. Их доставили в больницу. По информации свидетелей, туристы проигнорировали предупреждение полиции и отправились в опасную зону. Перевал находится вдоль границы с Китаем и является основным туристическим направлением. Манчестер стал первым городом в Великобритании, где ввели туристический налог. Теперь, чтобы остановиться в отеле, за ночь нужно оплатить один дополнительный фунт стерлингов. Это около 600 тенге. По мнению британских властей, такая мера улучшит развитие туристического сектора, а также позволит выделять больше денег на уборку улиц и проведение разных мероприятий. Впрочем, эксперты пока не пришли к единому мнению насчет эффективности введенного налога, особенно в условиях инфляции, когда гости считают каждый фунт. Думаю, в этом нет проблемы. Это только один фунт. Я читала, что это вклад в казну города. Я в довольно выгодном положении. Остановился один и только на одну ночь, но есть много людей, которые бронируют несколько ночей. Для них это уже другая история. Семье из четырех человек придется заплатить 4 фунта. Такие расходы могут оттолкнуть гостей. Возможно, они откажутся от ужина, посещения кафе или ресторана, от походок к достопримечательности или поездки на такси. В этом плане нужно быть осторожными. Это даже дешевле, чем картофель фри. Гость это понимает и знает, что в следующий раз, когда он вернется в Манчестер, город станет еще лучше. Между тем, подобные налоги уже ввели во многих европейских городах, включая Венецию, Рим и Барселону. Также о сборах в отелях задумались в Эдинбурге, столице Шотландии. В этом году мировой туризм восстановится до 95% от допандемийного уровня. Такой прогноз Всемирной туристической организации ООН озвучили в Сеуле, где прошла международная конференция с участием представителей Министерства туризма Казахстана, Южной Кореи и еще семи стран Юго-Восточной Азии. Эксперты отметили важность цифровой трансформации для восстановления этой сферы. На форуме участникам рассказали об успешном опыте использования в Казахстане программы ЕХОНАК. По словам председателя Комитета индустрии и туризма Адастана Распекова, в ней зарегистрированы более миллиона иностранцев. По итогам 2022 года именно иностранные посетители количество составило 4,7 миллионов человек. Это, конечно же, пока не достигло уровня до пандемийного периода. Но если брать именно количество иностранных граждан, обслуженных местами размещения, то, в принципе, мы достигли показателя 2019 года. К примеру, количество иностранных граждан, размещенных в гостиницах, составило 1 миллион человек. Включая на спарке, данное количество составило 1,2 миллиона человек. Смотрите новости, мы продолжаем. Цены на молочную продукцию необоснованно завышала одна из компаний «Тараза». Выяснилось, что ее продавали через посредников, близких родственников, с надбавкой от 25 до 60%. Такие продажи предприимчивый бизнесмен осуществлял на протяжении трех лет и успел заработать более 5 миллиардов тенге. По закону, надбавка на реализацию продукции в торговых точках не должна превышать 15%. Свои действия владелец завода объяснил желанием получить больше субсидий. Их размер зависит от объема продаж. Правонарушения выявили специалисты областного департамента экономических расследований. В итоге предприниматель согласился снизить стоимость продукции. Дали предписание, и данное предписание на настоящее время принято во внимание. Согласно статье 9 Закону о регулировании торговой деятельности Республики Казахстан, в случае выявления необоснованных надбавок на продовольственные товары, в том числе социально значимые продовольственные товары, в субъекту предпринимательства предписывается предупреждение. В случае повторения в течение года данных правонарушений предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП на момент совершения правонарушения. В случае завышения цены социально значимой продукты зарегистрировали и в АТРАУ. Так, масло стоимостью 1680 тенге отпускали по 2690. Продавали с большой накруткой и соль вместо 45 за 75 тенге. Увеличили надбавку до 60% при реализации молока и курятины. Пять предпринимателей получили предупреждение. Допустимый размер торговой надбавки на продукты не более 15% от закупочной цены, напоминают в мониторинговой комиссии. В случае нарушения этого правила бизнесменам грозит штраф до миллиона тенге. А в Павлодарскую область привезли первые арбузы. Правда, соответствующих документов на их перевозку у водителя не оказалось. Поэтому, задержав груз, полицейские передали его налоговикам. Они разбираются в происхождении товара. Известно лишь, что арбузы везли из Ирана через Россию в Казахстан. За рулем находился 69-летний водитель, перевозивший арбузы 3,5 тонны. Как установлено, у водителя не имелось при себе соответствующих документов на перевозимую продукцию. Для дальнейших разбирательств водители и транспортные средства с грузом были доставлены в налоговый орган Успенского района. Ранее аналогичные факты в отделе полиции Успенского района не регистрировались. В Алматинской области на 3,5 тысячи гектаров увеличили площадь сельхозугодий. В основном эти земли отвели под масличные и зерновые культуры. Сейчас в селах уже начались весенние полевые работы. Подробности в материале Нургуль Ахметовой. Работа на таку в селе Ак-Кайнар идет полным ходом. Здесь проводят очистку зерна и ячменя, после чего семена увозят на поле. За этот процесс отвечает Нурхожа Нурбабаев. Зерноток хоть и старый уже, но по производительности ничем не уступает современным. Конечно, ремонтируем постоянно, но еще долго прослужат. По области проверили качество 27 тысяч тонн семян. На сегодня уже вспахано 50 тысяч гектаров земель. 7 тысяч гектаров засеяли сельхозкультурами. В Жамбулском районе к весеннеполевым работам подготовили свыше тысячи единиц техники. Аграриям предоставляется топливо по льготной цене. Изначально планировали 300 тонн закупить. Потом дополнительно подали заявку еще на 1300 тонн. Из них на сегодняшний день 170 тонн уже нам поставили. По 202 тенге за литр. В этом году посевную площадь в Жамбулском районе увеличили на 438 гектаров, в том числе масличные угодья на 218 гектаров. В местности Сорбулак будут выращивать кукурузу, а в селе Бозай – подсолнечник. Планируем, что 2000 гектаров засеем. Будет применяться технология капельного орошения. В местности Сорбулак установлено 5 насосов. Модернизацию оросительных сетей планируют провести не только в Жамбулском, но и в Ильиском, а также Толгарском районах. Для этого уже подана бюджетная заявка на 40 миллионов тенге. Реализация проекта позволит ввести в оборот 22 тысячи гектаров неиспользуемых земель. Нургуль Ахметова, Алмаз Саду Акас, Аяд Дусимбаев, Хабар 24, Алматинская область. Замор рыбы произошел на одном из водоемов Устанайской области. По версии рыбинспекторов, причиной гибели рыбы стала нехватка кислорода в воде в зимнее время. Небольшой водоем площадью 48 гектаров практически промерз до дна. Он не является рыбохозяйственным, пользователь за ним не закреплен. Поэтому зимой аэрация здесь не проводилась. Свою роль сыграло и маловодие, которое наблюдается в регионе в последние три года. Мертвую рыбу утилизируют. Утилизация производится через ГКП ветеринарии, полностью уничтожение, через ее сжигание. Схема предусмотрена, все госорганы задействованы. Мы сразу оповестили. Пробы, отобранные воды, направленные в лабораторию департамента экологии. На сегодняшний день ликализована данная уборка. Жители Шемкента жалуются на нашествие скорпионов. За медицинской помощью с начала года уже обратились 12 горожан. Одного из них даже пришлось госпитализировать. По данным медиков, ядовитые насекомые стали чаще проникать в дома. Их находят в ванных, на кухне и даже в мешках с овощами. Хотя пик их активности приходится на лето, говорят специалисты. Чаще всего скорпионы нападают во время сильной жары. В летний сезон статистика укушенных резко возрастает. И в больницу ежедневно поступают до трех человек. За вот три месяца 23-го года у нас поступило 12 человек с укусом скорпионов. И одна, ну в основном 11 человек были в легкой степени. Они, была помощь оказана и отправлена домой. А одна была в средней тяжести степени. В основном у нас поступает укусы скорпионов. Это с частного сектора, то есть частных домов очень много. Если завелись скорпионы, надо дезинфекцию провести. В одной из школ Ахтау скоро откроют классы, где одним из языков общения будет французский. Для этого в школьную программу ввели факультатив. Его посещают около 60 учеников. С ними занимаются специалисты, прошедшие стажировку во Франции. Процесс обучения оценили представители посольства Франции в Казахстане. Сейчас ученики постигают французский созов. Однако по мере увеличения их словарного запаса, его применение расширят. На языке гюго и дюма будут преподавать и другие предметы. Именно такая задумка у двуязычных классов. Близнецы Айзия и Гульзия Нортазина изучают французский уже больше полугода. Французский очень интересный язык. И он как бы несложный, но когда нам бывает порой сложно, нам помогает Льва Фомагалиевна. Мы узнали, что во Франции можно поступить в университет хороший, и поэтому мы решили изучать французский язык. Детей обучают два учителя, которые в прошлом году прошли стажировку в городе Виши во Франции по приглашению университета Клермон-Ферран. Там они ознакомились с методикой двуязычия. В Казахстане проект на стадии пилота. Его внедрили сначала в Астане и Алматы, а теперь и в Ахтау. Я приехал в Ахтау, чтобы, конечно, увидеть море, прекрасное море, но и тоже, чтобы работать и чтобы поговорить и продвинуть проект, который уже начинал. Проект в том, чтобы открывать билингвальный класс в седьмой лице Ахтау. На встрече с учениками лицея представитель посольства был приятно удивлен. Они задавали вопросы на французском. Детей интересовала не только учебная программа. Впрочем, больше о Франции они теперь смогут узнать и в родной школе. Нуржан Танербергенов, Талгат Исламула, Ренат Дасалиев, Хабар-24, Магисталская область. В Швейцарии концерт этно-фольклорного ансамбля «Туран» прошел при полном аншлаге. Знаменитая Женевская консерватория на один вечер превратилась в территорию Великой Степи. Классика в исполнении известного казахстанского тенора Мендета Чутабаева, а также народная музыка от артистов казах-концерта не оставили никого равнодушными. Исполнялись композиции на национальных музыкальных инструментах. Это Хобас, Жетеген, Щертер и другие. Концерт организован при поддержке постоянного представительства Казахстана при ООН в Женеве и швейцарских музыкальных и культурных организаций. К этому часу у нас все. Всего доброго.